Без имён и почестей. С началом войны в зоне боевых действий пропали без вести сотни людей. Большинство из них погибли, но тела не найдены, а значит официально эти люди погибшими не признаны. Их родственники годами живут с мучительной надеждой. На этой неделе похоронили погибшего в 2014 году танкиста Артёма Абрамовича, но его путь домой длился целых три года. Всё это время на Донбассе работают поисковые группы миссии «Чёрный тюльпан». Это волонтёры, которые ищут тела погибших. Они говорят, раньше им помогало Министерство обороны, сейчас нет. Кроме того, боевики не пускают их на оккупированную территорию. Но тем не менее, поисковых миссий эти люди не сворачивают. В одном из таких выездов вместе с ними побывал и наш Руслан Смещук. СМЕХ Эта история началась 12 августа 2014 года под Степановкой, рядом с Саурмогилой. Прикрывая отход побратимов, молодой танкист Артём Абрамович вместе с двумя товарищами ценой своих жизней уничтожили российский Т-72. Путь героев домой растянулся на долгие три года. Забрать останки танкистов с оккупированной территории было сложной задачей. Получили информацию еще 3 сентября 2014 года от очевидцев, что так и так. Дали ориентировку, мы зарисовали план-схему, где два танка похожи как на таран, и там останки есть. И только аж в октябре месяце, 3 октября, если не ошибаюсь, мы первый раз туда смогли доехать. Но, к сожалению, спустя только три года удалось дефицировать весь экипаж. Там было не одно тело, и мы их забирали три раза, ездили на эту локацию. Там разорванная техника была. Нам мешала, как и та сторона, в некоторые моменты их забрать. Почему? Потому что мы говорили, что ребята, быстренько уходим отсюда. Останки доставили в Запорожское бюро судмедэкспертизы. ДНК-тест провели кое-как, фрагменты тел перепутали. По мере идентификации сначала отдали Петю, потом отдали Артёма. И, как оказалось, Артёма отдали вместе с Ярославом Антонюком. В результате погибшие Артём Абрамович и Ярослав Антонюк получили статус «Пропавшие без вести». И для их родных началась пытка призрачной надеждой. Вдруг выжили. Вдруг в плену. Я бы до сих пор не знала, где мой человек. До сих пор не знала бы. Жила бы, надеюсь, вся своя жизнь. Если бы не настойчивость следователя и тогда ещё волонтёра Ирины Бадановой. Они добились эксгумации повторных ДНК-экспертиз. И установили личности каждого. Спустя три года после своей гибели Артёма Абрамовича похоронили в родном Житомире. Теперь будут наказаны. Я посвящу этому свою жизнь. Для того, чтобы... Мне терять нечего. Для того, чтобы другие мамы обрели, пускай, в таком качестве, детей домой. Потому что на том Краснопольском кладбище Запорожье 99% даёт. Что там половина таких ребят, с которых вот так провели экспертизу. И поэтому у нас столько неизвестных закороненных. В 21 веке. Случай Артёма Абрамовича показателен. По официальным данным, пропавшими без вести в зоне боевых действий считаются около 500 человек. Из них почти 100 – военные. Красный крест называет цифру в два раза больше. Тысяча человек. Ни жизнь, ни смерть которых не доказаны. Если такая информация, что у людей есть, кто-то знает, что из-за ополчения погибли. Украинские выводы, местные жители пускай обращаются. Это конфиденциальная информация. Так начинается работа волонтёров-поисковиков «Чёрного тюльпана». Эти люди вернули сотни погибших домой. Вдоль пути следования по прифронтовым территориям они раздают свои визитки. Проезжая мимо населённых пунктов, которые приближены к линии разграничения, либо тех местах, на которых ввелись боевые действия начиная с 2014 года, мы развозим по магазинам, там, где скопление людей, визитные карты, по которым люди смогут сообщить на горячую линию о том, что они видели, либо обнаружили останки погибших. Сегодня они работают в Ямпольских лесах. Это недалеко от Славянска. В 2014-м тут шли ожесточённые бои. Погибло много и военных, и гражданских. Танки, ребята шли, мы стояли возле двора, танкисты. Слез откуда-никак, ну, с той стороны у них шла колона, ну, больше, наверное, 15 танков, и самолёты, и... Ну, в общем, тут крепко бой был. И мы тут это всё застали. На танках везли ребят. Ну, как, где уже на танках, она, говорит, просто... Смотрите, сердце разорвалось, говорит, сзади на этих... Ну, лежали ребята. Полуобвалившиеся, поросшие травой блиндажи и окопы. Повсюду остатки военной формы и обуви. Эти укрепления боевиков брали штурмом десантники 25-й бригады. Останки находят до сих пор. Огромное количество погибших, как со стороны украинских военных при штурме данного блокпоста, так и мирные жители, которые были в заложниках, и боевики. Мы уже здесь подняли более пяти тел на этих участках. Щупами и лопатами метр за метром поисковики проходят по окопам. И вот первая находка. Опасная. Заряд. Погасили. А, это двигатель, да, или что? Да, походу, пороховой. Обалдеть. Ну, такие даже вещи встречаются периодически. И гранаты, и все остальное передаем саперам. Еще год назад поисковики работали совместно с Минобороны. Потом военные прекратили сотрудничество. Кроме того, совсем не ведется поиск на неподконтрольных территориях. У нас уже есть огромное количество материала, с которым нужно работать. Там очень много погибших ребят. Так и мирных жителей тоже немалое количество, которые считаются пропавшими без вести. Но я считаю, необходимость договариваться, чтобы забирать. Потому что время работает против нас. Чем дольше мы тянем, тем проблем не будет найти этих людей. Ведь любая война длится до тех пор, пока ее последний солдат не обретет последний покой. Руслан Смещук, Юлия Жешко, Василий Миновщиков, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, а пока до конца войны еще далеко. На фронте не прекращается огонь. Хотя в штабе АТО отчитались, за последние сутки противник стрелял меньше. Но среди украинских бойцов есть один раненый. Не погиб никто. А еще сегодня в мониторинговой миссии ОБСЕ отчитались о том, что с начала года на Донбассе зафиксировали больше 300 тысяч обстрелов. Из них 26 тысяч с применением тяжелого вооружения. Тема войны на востоке нашей страны и поиски выхода из нее должна была стать одной из главных на этой неделе в парламентской ассамблее Совета Европы. Как это обычно и бывало. Но, к сожалению, говорили в основном не об этом. И президенту, и украинским дипломатам, и депутатам Верховной Рады в первую очередь пришлось разбираться со скандалом вокруг недавно принятого закона об образовании. Уже очень давно наши политики не оправдывались вот так. Тему продолжит моя коллега Ирина Иванова. Сюрприза для Украины начался первый же день сессии. Утром, еще до слушаний, бюро ПАСЕ решило изменить повестку и вынести украинский образовательный закон на неотложные дебаты. Профильный комитет на следующий же день подготовил проект резолюции. Проект резолюции еще будет меняться, в нем будут носиться поправки. Но пока то, что мы имеем в этом документе, это требование отменить дискриминационные нормы, не дискриминировать национальные меньшины некоренных народов в отношении к коренным народам. Просьба увеличить период адаптации к новому законодательству. Говорят, что транзитный период в три года недостаточно. Нужно дать возможность больше для того, чтобы адаптироваться к этим реформам. Вторник – очередная неприятность. Скандальное выступление чешского президента Милаша Земана. Он советует снять с России санкции и продать Украине Крым. Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Так хотите ли вы рисковать? Крым аннексирован, вне всякого сомнения, и этот вопрос уже решен. Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, необходимо провести компенсацию или в финансовой форме, или нефтью и газом. На следующий же день в том же сессионном зале Земану парирует Порошенко. Я решительно отвергаю заявление тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не будет. В своем выступлении президент много говорил о российской агрессии и достижениях Украины, о судебной реформе и борьбе с коррупцией, а еще о нем, таком дискуссионном образовательном законе. Я родился в Болграде на юге Одесской области, в центре болгарского национального меньшинства в Украине. И это дало мне много возможностей, и это то, что я хочу видеть, чтобы в регионах с нацменьшинствами люди говорили на двух, трех языках, как и в любой другой стране. После визита президента языковые страсти лишь накалились. Утро четверога, обещанные дебаты. Самый спорный вопрос – седьмая статья. К сожалению, использование седьмой статьи нового закона в политических целях бросает тень на проевропейский ориентированный закон. Господа, я подготовил выступление, но после услышанного от моих коллег решил просто порвать свою речь. Я встревожен судьбой румынской и молдавской общины в Украине. Украинской стороне стоило сначала обсудить этот вопрос с нами и с венецианской комиссией. Большинством голосов резолюцию принимают. По себе признают право Киева поддерживать украинский язык, но указывают на важность защиты прав нацменьшинств обучаться на их родном языке и настаивают на соблюдении принципа недискриминации. Еще одно замечание. Трех лет на введение норм закона может быть недостаточно. Те, что влаштовала сегодня угорская и румынская делегация в парламентской ассамблеи Рады Европы, это и только внутренние политические игры этих делегаций направлены на консолидацию собственного электората напередине выборов. В любом случае, диалог со всеми сторонами продолжается. Выводы в венецианской комиссии президент обещал принять целиком. Осенняя сессия выдалась для Украины не из легких. Еще сложнее будет на следующем заседании, когда поднимут вопрос о продлении санкций против России. Уже сейчас в стенах посте звучат призывы вернуть полномочия российским делегатам в обмен на возобновление членских взносов со стороны России. Что победит в Совете Европы? Демократические ценности или материальные? Узнаем в конце января следующего года. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности о неделе. Телеканал Интер. В этом скандале есть один очень важный момент. Не политический и не национальный, а правовой. Если внимательно послушать высказывания европейцев по закону об образовании, то ключевые слова почти у всех о том, что принятые нормы сокращают уже существующие в Украине права национальных меньшинств. Европейцы свои претензии обосновывают не только политическими или культурными аргументами, они ищут правовую основу. Именно поэтому украинским законом займется Венецианская комиссия. Полное название этого органа – Европейская комиссия за демократию через право. Она проверяет нормы законов и законопроектов на соответствие принципам права, международным обязательствам и Конституции страны. Так вот, в Конституции Украины есть 22-я статья, и в ней говорится, здесь я процитирую, «при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». Уже как минимум этой конституционной нормы может быть достаточно, чтобы поставить под сомнение принятый закон. Впрочем, политики вряд ли будут просто ждать, пока юристы расставят все точки над «и». С одной стороны, Украине уже обещаны десятки казней венгерских, если наше государство не отступит. С другой стороны, есть еще поляки, румыны, болгары. В общем, недовольных Европе столько, что вовсе не кажутся несущественными угрозой европейцев пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, потому что новый закон об образовании якобы нарушает принципы этого документа. Как далеко может зайти это противостояние, и чем в действительности оно грозит Украине? Это вопросы для наших экспертов. На связи со студией подробностей недели Тарас Скачко, экономический эксперт, и Василий Филипчук, эксперт по внешней политике. Я приветствую вас, друзья. Первый вопрос. Тарас, давайте начнем с вас. Все-таки вы один из лучших в Украине специалистов по соглашению об ассоциации. Вот по вашей оценке, принятые нормы закона об образовании и вправду противоречат ассоциации, и второй вопрос в догонку. Европейцы действительно могут начать процесс пересмотра этого соглашения? Ну и на первое вопрос, пока что, очевидно, ответ нет. Не, не суперечить закон про мови, угоди про ассоциацию. Инша справа, что тут питание больше нюансов, ніж великой нормы. Тобто тут навіть в Раде Европы говорилось про то, что интерес и цілі украинской политики в навчании украинской мови, они абсолютно легитимны. Питание лише в нюансах. И тут те, что может сделать Европейский Союз, если Венецианская комиссия, например, визнает певные порушения, может быть использованный механизм регулирования спорей между Украиной и Европейским Союзом, если все государства, члены Европейского Союза, вважатимы, что такой спор может быть порушен. Но в жодном случае это не дает основы для перегляда угоди про ассоциацию. Поэтому заявы министра закордонных справ Угорщины, они были апріори поза межами самого сместа угоди, они просто были в найдошкульнейшие заявы, намагался он сделать, что и было сделано. Хотя с реальностью они не имеют ничего спільного, это просто бралось за аналогия, например, позиции Нидерландов, когда какие-то побоевания, которых нет в угоде, легали в основу кампании против угоди про ассоциацию. Тогда это не спрацювало, не спрацюет и теперь. Ну а последнюю резолюцию как вы можете прокомментировать? Останняя резолюция, справді, вона эмоциональнее, чем планировалось, чем это было сделано в комитете. Но, с другой стороны, нережным элементом работы все равно будет Венецианская комиссия за демократию через право. Как вы уже говорили, эта комиссия занимается, это не такое бюрократическое или бухгалтерское заведение в соответствии, ком или букв. Это вопрос о находке ответственности принципам, что всегда не так просто делается. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько аккуратно и изваженно подойдут эксперты, которых выберет Венецианская комиссия, для оценки этого закону. И я думаю, что, власне, это единственный нормальный способ, и все это усведомлюют, чтобы Венецианская комиссия экспертно, соответственно, соответственно, до своих практик оценила этот законопроект. Так, зрештою, как все отзначают, интерес Украины является легитимным. Питание лишь в том, какой баланс. Чи был получен баланс, что он получен и далее. Все это зависит, на мою думку, от того, как проводится сам закон. Потому что, снова таки, претензии до статей 7 закону, они стосуются того, как каждая из сторон, то есть те, кто критикуют, видят впроваджение этой нормы. Украинские посадовцы говорят про то, что впроваджение этой нормы не порушит прав национальных меньшин. Те, кто критикуют, говорят, видят, что эта норма будет впроваджаться иначе. Ваше мнение понятно. Спасибо, Тарас. Спасибо. Такая правда практичная лежит в посередине. Спасибо, Тарас. Мы вас услышали. А вот к вам, Василий, у меня вопрос будет как дипломату. Скажите, как долго может продолжаться это противостояние вокруг скандального закона и считаете ли вы аргументы украинских дипломатов достаточными, чтобы в итоге снять все беспокойности европейцев? Ну, это может быть очень длительный период времени. И чем быстрее мы эту проблему решим, тем лучше для страны. Потому что у меня такие впечатления, что те, кто сейчас кидают близко в сторону Европейского Союза, Угорщина или Румуния, забывают, что у нас главная проблема не Угорщина или Румуния, а Россия. Потому что чем быстрее мы решим, тем лучше. Что до лініи поведенки, безперечно, что мы решим проблему, которая была создана, которую можно было не создавать. Фактически, как для меня, найбільш важливым, вагомым и сутчевым аргументом с боку наших угорщих или румунинских партнеров, это то, что данный документ, закон про освоту, был принят без консультаций. Причем без консультаций как с собственными гражданами, с представителями национальных меньшин, так и без консультаций с партнерами на Заходе. И саме тот факт, что принимаются решения, которые имеют такое важное значение, без обговорения, он их обурил. И это обурение абсолютно легитимное. Тем более, что, как вы абсолютно правильно сказали у вашей подводки, мова йде про зменшение, де-факто зменшение прав национальных меньшин. То есть, вместо того, чтобы говорить, как улучшить изучение украинской мовы, мы начали действовать о уменьшении изучения угорской или румунинской мовы, а это соперечить европейским принципам. Поэтому в этой ситуации украинская дипломатия мала бы сделать все для того, чтобы не створить еще одного фронта, только уже на Захидном направлении. Для того, чтобы сделать все, чтобы поддержка Украины в Европейском Союзе была мощна и безсумнительна. И когда поставят на голосование питание санкций против России, решение будет позитивное для нас, а не Угорщина под приводом данного закону про освіту, может заблокировать продолжение санкций. Поэтому в этой ситуации лучше сделать сейчас маленький крок на зустріч, тем или иным чином запропоновать дополнить эту статью, найти компромисс, который позволит сохранить партнерство и поддержку наших захоронных соседей. Потому что если мы пересвариваемся, кроме войны с Россией, и будет иметь конфликт еще и с Угорщиной, Польшей, Румунией, это катастрофа. Это прямо соперничает тому, как мала бы поводить себя дипломатия страны, которая находится в состоянии войны. Ну что ж, будем надеяться, что украинская дипломатия излечит правильные уроки для себя из этого скандала. Спасибо. Тарас Качка и Василий Филипчук отвечали на мои вопросы.